Девушки отдыхают Где мы только не были Прямо ах И все финал Давайте на счет 3 Раз, два, три Брочай дорогие друзья И давайте незамедлительно перейдем к нашему интерактиву Вопрос был следующий Что сделать чтобы ваш босс повысил вам зарплату И вот эти ребята я вам скажу Наверное уже имеют зарплату по полмиллиона рублей в месяц Потому что такая техника Как они умело знают Как повысить себе зарплату Я думаю уже не раз воспользовались И уже купаются как скрутч макдак Желать конечно не в железных монетах Потому что если они прыгнут в железо Они сломают себе позвоночник И скорее всего останутся парализованными Еще возможно проломят череп В купюрах просто в купюры такие Ныряют такие плавают Да, нам бы всем так Но теперь с помощью этих способов И мы с вами будем богачами С огромнейшей зарплатой А мой вопрос следующий друзья Скажите мне пожалуйста В комментариях под видео на ютуб Как называется техника Подсрачников Плохим ребятам Я вот просто название забыл Не знаю И вот хочу записаться на секцию Секция подсрачников Подсрачников плохим ребятам Знаете плохие ребята часто Встречаются на улицах Вы пытаются у вас деньги отнять Или обмануть вас А тут знаешь супер секретную технику подсрачников Кия такой И все Поверьте это лучше каратэ дзюдо И кикбокса Тайбокса И там очень пипец Это самая Секретная 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 техника Вот Скажите название пожалуйста Запишусь И мы все запишемся На эту секцию И будем с вами крутыми Подсрачниками Пора обучаться боевым искусством Братства Чая Чтобы мы могли обороняться Вот И потом захватим мир Ладно не захватим Будем сидеть Компа Окей А мы давайте друзья Продолжим Продолжим наше приключение И мы остановились у сейфа Потому что это наша традиция Традиция останавливается у сейфа Вот это уже третий раз у нас Прямо такое совпадение Такое забавное совпадение Да Вот нам показывают Что я прекрасно Взломал Все что можно было Вот так сюрприз Еще один замок Хм И я не смогу его открыть Нашей фоли Есть ключ Который по-видимому Продойдет к замку Полагаю я нужен им Чтобы открыть только первый замок Что ж Подождем воров Заманим Их в ловушку И выясним А так вот Видите Фоль ты тоже не дебил Проверим возможные пути Отступления грабителей На случай Если полиция Внезапно Окажется у главного входа Конечно Водитель трактора Беларусь Людка А Люд Борща приготовь Я домой Яду Какой же это Шерлок Голмс Вы посмотрите на него О боже Так А ну это Ты повторяешь Понятно Не надо нам повторять Я подумал что Может быть что-нибудь Новенькое скажешь Но не тут то было Сфантазией у тебя Шерлок плохо Тебе только трактор водить Так О Грабители не станут Спасаться через переднюю дверь Если за ней Будет полиция Почему бы Я бы так и дел Да возможно я плохой грабитель Возможно я бы Сел в тюрьму Сразу же Окно первого этажа Отличный способ Сбежать от полиции Ф Ну Че тут только Ну отлично Я за него рад Он бежит Уходит Так Понятно Надо че А стоп Смотрите Шкаф Это довольно тяжелый шкаф Удачно вышло Теперь никто не сбежит Через это окно А я понял Смотрите Он сейчас такой А чёрт И побежал сюда Опа Люк Под этой крышкой Вход в подвал Здесь нет лестницы Если кто-то упадет Сам он не выберется Так давай Шерлок нахреначим Ловушку Дай посмотрим Как это будет Ах он перепрыгнул Сука Надо Надо чем-то Замаскировать Главное Самому не провалиться Будет очень нелепо Эта дверь Эта дверь Превосходный шанс Убежать Так Ага Превосходный Но вот нам поэтому Нужна ловушка Вот эта вот То есть Эта ловушка Она как бы Дверь Эту Перекроет Люстра Интересно Эта старая люстра Делает Что делать на полу Похоже ее слабо закрепили Думаю воры Уже пытались Открыть замок Этим впечатляющим Молотом Но не преуспели Так А тут тоже Что-то нужно Хорошо Так Окей Сейчас что-нибудь О Смотрите Ковер Во ковер Мы постелим туда О Это прекрасный коврик Это должно пригодиться Да Пригодится Я даже знаю как Так Пойдем Соб Дверь на кухню Вот Еще и дверь на кухню Эта дверь ведет на кухню И открывает Кратчайший путь К задней двери 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 Похую Так Люк Давайте Постелим Ковер Теперь это не открытый подвал А просто симпатичный коврик Нужно самому идти осторожно Чтобы не упасть Так Вот он поворачивается И такой А Теперь если вор побежит через кухню Его ждет встреча с подвалом Ну Согласитесь Ребят Это немножко все-таки глупо Да Потому что Ну не факт Что он наступит так Что провалится Ну ладно Угол есть Это хороший стул Крепко сколоченный Это должно пригодиться Окей Давай подвесим вторую нашу ловушку Великую люстру А или подопрем дверь О плита Крепкая веревка Так ага Тут что-то надо с ней сделать А мы ничего не имеем Да что с ней делать Ясно Так что Подопр... Нет Дверь мы не можем Ну да Эта дверь вот как раз таки закрыта Вот Давай вот эту дверь подопрем Эта дверь заблокирована Ага Ну потому что сюда уже пройти не могут Не могут бле Ну короче все Мы вот это вообще полностью изолировали Это должно пригодиться А смотрите А сразу он ее не взял То есть только после того Как мы подперли Ну как бы странненько немножко Ну да ладно Давай да Шерлок Пойдем надо рюстру Как я в детстве говорил Не люстра А рюстра Давай Наверняка сюда эта веревочка пригодится Эм Эм Теперь если кто-то возьмет молот Веревка ослабнет И люстра упадет на него Ааа Ну и пипец Шерлок Да ты убийца Если он попытается выбраться из столовой И возьмется за молот Чтобы выломать дверь И люстра упадет ему на голову Бабах Ну вообще так убить можно Но это просто Чтоб ты понимал Шерлок Как бы это опасно Пойдемте Наверняка Есть наверху еще Какой-нибудь способ сбежать Через окно Блять Хотя окно и высоко над землей Кто-то из воров Может попытаться сбежать Через него Да я понял Давай Сейчас что-нибудь придумаем Это должно пригодиться Окей Пока не совсем понятно Как ты собираешься Может быть бусами ты подвязать Там что-то собираешь Чтобы оно не открылось И он типа Нет Так стоп А Рассыпать Чтоб подскользнулся Да ладно Но это же не факт Шерлок Мы не можем на это надеяться Отличное место для ловушки Один шаг на бусины И наш вор Отправится в полет Да не факт Друг Нужно самому идти Осторожно Чтобы не упасть Прям один дом Твой мать Бабах Любой грабитель Кто кинется наверх Свалится Очень быстро Все ловушки Для моих приятелей И циркачей Готовы Теперь я могу уйти И вернуться И вернусь уже С Чарльзом Фоли Или Фоли И его приятелями Ой, Шерлок Ну ты даешь Будем надеяться Что это все сработает Потому что ловушка С бусинами Полиция Полиция Что за жрец Не двигайся Где они? В ловушке, Ватсон Благодаря вашей помощи И как же? Вы кричали Как настоящий Бобби Мой дорогой друг Вы загнали их в ловушку Я? Убираю вас, Ватсон Это было занимательное шоу Они не выберутся Из дома Ты мерзавец А это Пистолет Из которого совершено убийство На Халфмунд Стрит Как вы узнали об этом? О Закрыл ли ты дело, Шерлок? Майкрофт Что ты тут делаешь? Шпионишь за мной? Шерлок Может показаться Что я использовал тебя Но Такое тебе будет приятно узнать Что ты оказал услугу королеве Теперь позволь нам поймать большую рыбу Но этот человек Не из веселых молодцев Нет Тогда зачем мы здесь, Шерлок? Этот джентльмен, Чарльз Фолли Совершил двойное убийство И охотился на ценные раритеты Сокровища эллинизма Похищенные много лет назад Ты не лучше этих копов! Давайте откроем Холмс, это невероятно Сокровища эллинизма Верно Ничего, кроме безделушек Где веселые молодцы? Я хочу развлекаться, а? Не знаю, почему ты спрашиваешь Это у меня, Майкрофт Ты же их ищешь Еще увидимся, дорогой брат Ва-ва Такой акцент Да, ва-ва Окей, сокровища в сейфе Пропавшие предметы искусства Спятная коллекция древности Спятная коллекция Древности, обнаруженные внутри тайного сейфа В особняке Ноттингхилл Являются частью коллекции Сокровища эллинизма Похищенного в 1985 году Месть Фолли Чарльз Фолли организовал кражу Сокровища эллинизма Из-за которых произошло двойное убийство На Хаутмунд стрит Лейтен Чапман Стал свидетелем преступления Ну, да Так и есть Оправдать его Чарльз Фолли получит тюремный срок за кражу Однако он невиновен в убийстве Поэтому заключение не будет долгим Отсудить Фолли Чарльз Фолли организовал И поплатил хитрый план вести К которому добавил кражу Старинных и ценных сокровищ Он заслуживает виселицы Согласен Прощай, Фолли Ты был неприятным парнем Но... Все равно прощай Чарльз Фолли Чарльз Фолли Вы обвиняетесь в предумышленном убийстве и краже Вас ждет суровое наказание за ваши дела Вы жалок ячейки Скотландьерда Поберегите слова для виселицы Уверен, журналистам они понравятся Мне нужно идти, Ватсон Джентльмены, сопроводите наших друзей в камеру Куда вы собирались? Есть незаконченное дело Встретимся на Бейкер-стрит Неоконченное, то есть Ну, не важно Какое еще дело? Раскрытие убийства Халл Хаффмун-стрит Выполнено Айда, вы Айда Айда Водители Трактора Беларуси Ну, что мы еще должны сделать? Так, это что? Это, по-моему, да Это же мы к ним приперлись Осторожней с лампами Не подносите их близко Добрый вечер, джентльмены Кто здесь? Не имеет значения Важно то, кто вы такие И что вы намерены совершить И вы хотите нас остановить? Думаю, я мог бы Эй, осторожней А то взорвете нас всех Я вас слушаю Нас знают под именем Веселые молодцы Но, думаю, вам это уже известно Мы те, кто уже утратили все Что было ценного в нашей жизни Мы разорившиеся Лавочники Рабочие, лишившиеся своих мест Честные граждане Которых ограбили Нас выставили из наших домов И выгнали на улицу И все это Во имя так называемого закона Законов, принимаемых нашими собственными Нашим собственным правительством Законов, которые делают простых граждан Более уязвимыми А богачей более защищенными Мы здесь не только из Британской империи Некоторые прибыли с новых земель Америки, Австралии И нас много Но мы все еще люди И мы веселимся, чтобы перестать бояться Власти сделали все возможное, чтобы вложить страх в наши души И мы приняли его Его так легко Страх шепчет нам Стоять, склонив голову Не пытаться бороться Банкиры и политики Они владеют нашими жизнями Нашей работой Нашим хлебом И они сталкивают нас, чтобы увидеть, кто из нас способен служить им лучше Но в конце концов, их мало И они слабые Они ничто без их титулов Мы не должны их бояться Это наши так званые хозяева Должны бояться нас Пришло время нам заявить о себе Собрать многих веселых молодцев Мы собираемся взорвать лондонскую фондовую биржу Ни один человек не погибнет Но собственность, долги и титулы Они будут уничтожены Это всего лишь бумаги И многие люди станут свободными в эту ночь Это радикальный шаг Какой результат вы хотите получить? Хаос Но после него люди поймут, что они свободны Что больше не принадлежат другим Они смогут работать на себя Вместе, не позволяя правителям диктовать свою волю И солнце справедливости взойдет То, что вы хотите сделать преступление Это не справедливость А что по вашему справедливость? Отправить ребенка в тюрьму за корку хлеба? И сколько вы видели лордов, наказанных за воровство? Сколько их посадили за смерть в шахтах Или отправили сражаться за землю? Наши хозяева не слышат нас И поэтому пришло время Песни веселых молодцев Вы позволите нам действовать? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо БЛЯ Ребят, я знаю, что вот это решение Оно разделит вас на два Что бы я ни выбрал, вы разделитесь И часть начнёт меня срать А часть начнёт говорить, что я прав И что бы я ни выбрал здесь Потому что с точки зрения сурового закона, да, такого исключительно закона, безусловно, надо бросить сейчас сигарету в порох, чтобы все взлетело на воздух и не позволить им это сделать. С точки зрения человечности, если брать во внимание тот факт, который нам предоставила игра, ну то есть мы имеем факт, никто не погибнет, это вот, вот давайте вот этот факт усвоим, вот, он сейчас дан нам игрой, да, никто не погибнет, значит, скорее всего, никто и не погибнет. Вот, но богатые потеряют какое-то имущество и бла-бла-бла, то есть, блин, с точки зрения человечности, и они, ну в общем, вы понимаете, что и тут, и тут истина. И когда игра стоит перед такими решениями, здесь, ну, нет правильного решения. Говорить им, что сейчас, типа, нет, друзья, я сейчас потушу, ой, взорву вас, потому что нет, надо другими способами пытаться отстоять себя и бла-бла. Ну, понятное дело, что это бред, особенно в то время, какая-то, ну, речь какой-то демократии, и вообще сейчас-то демократии нет, а уж тогда, блин, ну вообще пиздец не было. То есть вообще забудьте о каких-то там своих правах и пытаться их отстоять каким-то там иным путем. Однако, если мы взорвем, то есть, ну, только при учете факта того, что никто не пострадает, и только бумаги, и многие люди станут свободными, ну, то есть... Черт подери. Черт подери! Вы знаете, давайте мы посмотрим, наверное, два, во-первых, варианта, то есть, что будет, если сделать в порах это, но если хотите знать мое мнение, я здесь не вижу абсолютно правильного решения. Но если учесть то, что... Хотя, блядь, стоп, там один чувак убил... А, ну это Фолли, это же не они. Это другие ребята, это не вот эти крали. Это там Фолли свою тему намутил. То есть эти ребята тут ни при чем. То есть они занимаются своим делом, вот хотят взорвать, да? То есть это Фолли крал, то есть... Не-не-не-не-не-не-не, тогда нет. Это не надо привязывать вот к этому выбору. А, блядь. В общем... Ну, то рухнет экономика, и пострадают не только плохие люди, на самом деле пострадает и много нормальных людей. А что, если так? Размышлять. Многие люди станут свободными, но в стране начнется хаос и... Революция. Свержение власти. Упадок в стране. Неизвестно, к чему это приведет. Вот этот порох. Ой, вернее, вот это вот ведро с водой. А-а-а, блядь. Смотрите. Если я брошу в воду, и это приведет к... Потом, к дальнейшей, к революции, к свержению власти, к разрухе в стране, ну, то есть к полному пиздецу, когда уже начнут страдать, на самом деле, многие нормальные люди, будет полный беспредел, и так далее, и тому подобное. Нет, ребята, все-таки взрыв фондовый... Я понимаю, что... Но нет, они, я понял, нет, все-таки будет революция, и так далее. Это слишком. Это слишком. Как-то... Да и, знаете, крутые ребята никогда не осмотрят на взрывы. Ха-ха-ха. Ребят, сейчас... Когда люди борются с порядком, они слишком слепые, чтобы видеть последствия хаоса для общества. Верно! Я остановлю ваше намерение, но не вас. Бегите. Сейчас. Верно! Отличный конец! Именно то, что я хотел! И совершенно правильная фраза. Невероятно правильная фраза. Не видит последствий. Всех. Вот о чем я и начал размышлять, друзья. Даже не буду смотреть второй вариант. Хотя, либо показать вам его. Черт. Ну давайте, наверное, все-таки... А, мы все-таки выжили, да? Мы не сдохли. Это радует. Интересуешься русской литературой? Да, в последнее время. Занимательная книга, я помню несколько строк. Серьезно? Я пытался ее прочитать, но понял с трудом. Да, доктор. Это об уме. Шерлок. Я смутно помню строки. Иногда, чтобы умно поступать, одного ума мало. Ммм... Там были и другие слова. Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Ммм... Скажите, доктор, вы замечали за моим братом страдания и боль? Не припомню. Потому что, доктор, что за всем этим маскарадом у моего брата глубокое... Потому что, доктор, что за всем этим маскарадом у моего брата глубокое сердце, насколько глубокое, что он не определит, где же в нем хранится любовь. Я не уверен в этом. Его любовь и его долг должны, в первую очередь, относиться к империи. Без этого мы ничто. Мы были бы страной дикарей. И империи нужен и порядок, и дисциплина. Здесь нет места для хаоса. Люди, совершающие преступления, или намеревающиеся их совершить, заслуживают наказания, Шерлок. Без справедливости. И уйдет цивилизации. Но мы служим правде, а не справедливости. Ваша правда, доктор, может оправдывать аморальность, позволять людям терроризировать Лондон, разрушать империю. Терроризируй только власть, которой ты служишь, Майкрофт. Ни я, ни Ватсон, ни миссис Хадсон, ни Уиггинс. Шерлок, веселых молодцев нужно остановить. Без меня. Ты создал веселых молодцев, восстанавливай их сам. Только убедись, что тем самым не создашь десяток новых. Доброй ночи, доктор Ватсон. Что-нибудь прислали, Ватсон? Кто-то из клиентов нуждается в помощи? Только второе напоминание от миссис Хадсона о нашей новой соседке. Она просит вас передвинуть. О, мне это безразлично. Холмс, леди, которая к нам вскоре переедет, нужно будет сложить коробки в пустеющей комнате. Подождите, что, леди? Ну-ка. Да, мы правильно сделали, месть Фоли. Ну, понятно, мы сделали осудить Фоли. Вот как-то так, друзья. Я не буду, наверное, строить другую версию. Не хочу себе разрушать впечатление в данный момент. Если вы заходите, я уверен, что вы найдете на просторах Ютуба вторую. Просто не хочу портить впечатление. Сейчас посмотрю себе другую версию. Как-то, ну, у меня вот этот вот прекрасный мой осадок, который остался, уйдет. Люди, решившие дело так же, как вы. 96% люди сделают такой же моральный выбор. 83%. Друзья, ну, как бы, затея-то у них неплохая. Я в плане того, что, как бы, вроде бы все верно. Но, последствия, которые несет этот хаос, абсолютно не учитываются. И... Вот и все, друзья. Шерлок Холмс, преступление и наказание полностью нами пройдено. Раскрыты все преступления. Наказанные все преступники, кто-нибудь, кроме первого дела. Ну, я уже говорил, я ожидал там какой-то... Но нет. В общем, вот так. Игра у меня оставила абсолютно положительные впечатления. Мне очень-очень понравилось. Посмотрите, вот, например, сейчас мертвый муж, да? Из того дела, как бы, привиделся или что-то типа того. Это археолог. Очень здорово подают нам концовку, друзья. В общем, с вами был Сергей Холье. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки. И вступайте в группу ВКонтакте и группу в Стиме. Я искренне надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте про наш интерактив. Пишите комментарии в Ютюбе, под роликом. Вот, а с вами был Сергей Холье. Досмотрите заставочку. Она очень приятная, под приятную музыку. Ну, а я вам скажу, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok